День рождения Москвы, как в кино. По традиции, одним из основных мест, где проходят торжества, стала главная улица. Тверская. Она помолодевшая и похорошевшая превратилась в огромный кинопавильон. На десяти тематических площадках оживают сцены из легендарных отечественных лент. Каждый мог попасть в кадр и побывать за кадром. Наш корреспондент Ольга Стрельцова посетила все съемочные павильоны. Более яркого способа отметить день рождения лучшего города Земли придумать было сложно. Тверская превратилась в одну гигантскую съемочную площадку, а тысячи москвичей и гостей столицы – в актеров, режиссеров и операторов. Уж сколько фильмов здесь было снято, но сегодня, похоже, снимается самый главный, самый замечательный фильм о красавице Москве. В Тверскую словно вдохнули новую жизнь. Она настолько сильно преобразилась, что удивляются все без исключения. Кому-то по нраву реконструкция легендарных фильмов, кому-то просмотр новых картин. Невероятным интересом пользуются съемки, когда любой желающий может загримироваться, подобрать костюм и получить свой шанс попасть на экран. Боже мой, Иннокентий Смоктуновский. Кеша. Меня зовут Мусаи. Вы Глашу не видели? Маленькая такая девочка. Невеста красивая. Я городу могу пожелать счастья, здоровья, успехов в личной и общественной жизни. Юпи-пи Москва с праздником! Людской поток на Тверской ближе к вечеру превратился в нескончаемый. Даже мэтры признавались – такой день города у Москвы впервые. Я поздравляю и жителей столицы, и телезрителей, и моих коллег с тем, что день города, прекрасного города, великого города нашей столицы, день города Москвы был посвящен нашему кинематографу. И живые, так сказать, персонажи вышли с экрана на сцену, и звучала музыка из фильмов, прекрасных фильмов. Фестиваль «Московское кино» действительно вышел в народ. Организаторы устроили 33 точки, где можно попасть в кадр и побывать за кадром, записаться в ночной дозор или попытаться найти мейлофон вместе с гостями из будущего. Для тех, кто предпочитает ретро, предлагают сразиться в домино в московском дворике из Покровских ворот или стать соратником Глеба Жеглова. Противление бесполезно! Сдавайте! Волки, позор! На Тверской установили специальные шатры-кинотеатры, где можно увидеть и уже известные, и совершенно новые фильмы. Если в это время рядом с вами вдруг окажется знаменитый режиссер или актер, верьте глазам своим. У них ведь тоже праздник, день города, в честь которого мир кино будет царить в Москве и в воскресенье. Так что есть время и повод присоединиться. В любом случае сюда стоит пойти. Уж больно впечатление, незабываемое.